Артист Это «Смерть киномы» в 89-м году, фильм мы сняли, почти не переносил. Но я надеюсь, нашего гостя никому представлять не нужно. Этого артиста знают все. Это «Претендент», это «Момик» в театре «Гешен», это «Закат» в театре «Гешен», это «Бриллианты в руках», это «Смерть в кино», а это «Бедные родственники», а это «Пеппи Длин и Чулок», а это «Три мушкутера». Окончив школу, я поступил в театральное училище имени Щукина в Москве. В Киеве я не стал поступать. Я вообще родился в Киеве, и в Киеве учился до 10-го класса, закончил там школу. Не стал поступать, как вы, наверное, догадываетесь, почему. Потому что в институт Карпенко-Караго по пасте было дуже сложно, сложно с определенной национальностью, с пятым пунктом. Ну и вот, на своей первой гастроли в город Крым, не скрою, я и получил свою первую телеграмму с приглашением приехать на пробы в кино из города Минска, киностудия «Беларусьфильм», называлась картина «Сорок минут до рассвета». Ну, я, естественно, рассчитывал получить роль серьезную, большую, такую, как сказать, настоящую, и помчался в город Минск, ожидая такого приглашения. Прочитал сценарий и немного растерялся, потому что мне была предложена роль, ну, полная противоположность ожидаемого, роль заведующего сельпо в белорусской деревне. Видите, я прочитал сценарий, вот так вот немножко захихикал, тоже думаю, и спрашиваю режиссера рыцаря, Борис Владимирович, простите, а как вы себе представляете заведующего сельпо в белорусской деревне с моим лицом? Ну, он на секунду задумался, потом сказал, ничего страшного, он здесь осел после войны. Меня спрашивают, а вот как вы стали популярным? Я так останавливаюсь, думаю, что значит популярным? Популярным стать, в общем, легко, знаете как, за один вечер по телевидению ты уже популярный. А вот остаться известным и уважаемым, ну, мне довольно много лет, поэтому я как бы могу без ложной скромности сказать, это на опыте, собственно, проверено. Вот эта проблема, остаться известным и популярным, что ли, еще лет 20, 30, 40, понимаете, вот это очень важно. Вообще Баку сейчас, когда водят туристов, а их там много, действительно, по-прежнему привозят, они приезжают, прилетают, когда приводят их к девичьей башне, сейчас не говорят, это девичья башня, нет, говорят, это место, где снимался бриллиантовая рука. Недалеко девичья башня. Я стою себе в этой самой дверце в подвал, где стоял в бриллиантовой руке, с текстом, камера, режиссер, и вдруг подъезжает автобус с туристами. Вот вы знаете, ребят, я первый раз в жизни увидел настоящий шок у людей. Выходит человек 30 из автобуса, выходит шумно, разговаривает, разговаривает, значит, и экскурсовод им говорит, мол, вот идите сюда-сюда. Они оборачиваются и видят, что прошло 45 лет, Каневский по-прежнему стоит на этом месте, по-прежнему стоит кинокамера, и по-прежнему все происходит специально для туристов. Каневский стоит на этом месте. Вообще, что такое актерская профессия других? Мы имеем возможность знакомиться в той или иной степени с секретами других профессий, причем довольно основательно. Ну, иногда так, поверско, как бы чуть-чуть, но когда ты хочешь куда-то внедриться, то действительно надо этим заниматься, заняться хотя бы как минимум всерьез. И вот для того, чтобы снять буквально две минуты экранного времени сцену погрузки, я неделю отработал в бригаде портовых грузчиков, по-настоящему, полными сменами. Я был и в Америке, я был и во Франции, я был и, ну, не говоря про демократические страны, я был в Германии, в ФРГ, я был в Швеции несколько раз, я там даже преподавал в школе. Ни разу у меня не рождалась идея, мысль остаться там. Ну, как, просто остаться жить, работать жить, ни разу. Я понимал, что я все равно буду всегда восьмым сортом, даже если я очень разбогатею и займу какое-то место, что мне не грозит разбогатеть, как вы догадываетесь. Когда хорошая роль, вот это и есть амплуа. Наверное, конечно, я комедийный актер, конечно. Но вообще-то я серьезный человек. Значит, вы не только хороший актер, прекрасный актер, но вы еще очень преданный друг. Я знаю, когда серьезно заболел Георгий Мартынюк, первым, кто протянул ему руку помощи, не только в моральном плане, но и в материальном плане, оказались вы. Нет, это надо, это тоже сторона. Как это не надо? Это очень надо. Степа с юности страдал манией величия. Везде и всюду говорил, что он еврей. Это вызывало дружный смех, русоволосы, скуласты, сперебиты во время занятий боксом-носом. Он мог быть идеальным натурщиком для памятника антисемиту. Но Степа любил евреев. Со школьных лет в своем родном Днепродзержинске он дружил с еврейскими ребятами, знал наизусть все рассказы Бабеля о Бене Крике и обожал размоченную мацу, жареную в яйцах. В каком-то колене у него завалялся тщательно запрятанный дед еврей, родословную которого перед отъездом в Израиль Степа вытащил из сундука забвение, почистил, проветрил и напялил на себя. Потом он стал учить еврит. Он зубрил его громко, нараспев, как еврей на молитве. Но учеба шла туго. Весь двор сочувствовал его мучениям. Соседи слева, сквозь стенку, подсказывали ему слова. Соседи справа, благодаря ему, выучили еврит и уехали в Израиль. А Степа все мучился, мучился, но запомнил лишь одно слово. Лехаем. И то только потому, что часто пил с евреем. Равин Мула и Поп, священник, решили искупаться. Три приятеля решили искупаться. Нашли безлюдное место. Озеро замечательное. Кусты, никого нет вокруг. Они говорят, давай голяком, чего действительно? Никого нет. Ну, разделись догола, и нырнули. Плавают, кайфуют. Хотят выходить. Вся паства и того, и другого, и третьего. На берегу все смотрят, как они выйдут. А они бум-бум-бум. Поп решился, закрыл срамное место руками, побежал в кусты переодеваться. Мула выскочил, закрыл пипку руками, побежал в кусты переодеваться. Равин выскочил, закрыл лицо руками, побежал в кусты переодеваться. Переоделись, выходят. Никого нет, пусто. И поп спрашивает, коллега, скажите. Мне просто чисто познавательно, интересно. Вот мы выскочили с коллегой, и вот закрыли срамное место. Руками побежали, что люди вокруг, все как бы паства. А вы выскочили, закрыли лицо руками. Почему? Говорит, видите ли, друзья мои, моя паства знает меня в лицо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Спасибо.